Ксения, куда это ты пошла без шапки? А ну быстро надень, а то заболеешь. Точно. Для многих шапка это не просто предмет гардероба, но и стильный аксессуар. Она согреет в холода и подчеркнет красоту лица. Однако для многих женщин выбрать шапку это вечная проблема. Что-то из разряда фантастики. Так ли это сложно на самом деле? Мы узнали у экспертов. В этом сезоне на пике популярности простые модели без дополнительного декора. Шапки-тыковки, кепи, жакейки и бинни. Последняя подходит 90% женщин. Шапка выглядит стильно, практичная и легкая в уходе. А еще помещается в карман куртки и сочетается почти с любой одеждой. От молодежного пуховика до классических пальто и шуб. С помощью шапки можно корректировать и внешность человека. Например, форму лица. Определить ее просто. Для этого нам понадобится зеркало и маркер. Обводим изображение. Уши можно не прорисовывать. У меня получился овал. Есть и другие формы. Например, сердцевидное, круглое, квадратное или треугольное. Если задача сделать лицо визуально уже и добавить роста, то выбирайте шапку крупной вязки с высокой посадкой. Если у девушки наоборот маленькое лицо, то от этого решения следует отказаться. Что касается палитры оттенков, то не стоит бояться экспериментов. Частая проблема в том, что мы думаем, вот есть белый цвет и черный цвет. Это что-то такое универсальное. Нет, дело не в этом. Приходит девушка в магазин. Одна черная шапка, вторая черная шапка. Что-то мне все не подходит, не буду покупать. А дело было в том, что не подходит черный цвет. Нужно не бояться. Нужно перемерять разные оттенки. Шапка должна подходить не под ваш шарф, не под ваши перчатки, не под какой-то пуховик. Шапка в первую очередь должна сочетаться с глазами и с волосами. Но что делать тем, кто хочет иметь в гардеробе оригинальное и неповторимое изделие? Выход – заказать у рукодельницы. Яна Ивашова увлекается вязанием уже более семи лет. Занятие помогает расслабиться, а также приносит неплохую прибыль. От этого приятно вдвойне. Девушка говорит, к ней часто обращаются клиенты с индивидуальными запросами. Ведь для некоторых модниц выбор шапки в магазине – это настоящая катастрофа. Часто такое бывает, когда приходишь в масс-маркет, шапки огромные. Такая же ситуация, когда большой объем головы, допустим, это 59 см, 60-62 см. Вот у меня недавно было. Здесь другая проблема. Здесь все шапки маленькие. Либо кто-то любит, чтобы торчала макушка. И когда ты одеваешь шапку не своего размера, она выглядит как-то куцца, не очень красиво. И поэтому я под запрос клиента вяжу так, как нужно. Варианты найдутся на любой вкус и цвет. Для самых смелых – рваные. А для тех, кто любит блеск – с пайетками. Думаете, что шапка – эта история не про вас? Тогда смело примеряйте ушанку. Это почти стопроцентное попадание, говорят эксперты. Классика на все времена. Ее носили молодые комсомолки в СССР. Например, юная повариха Тося. Главная героиня фильма – девчата. А как же эта штука называется? Эта штука называется «бедоспелодружба». И сейчас ушанки снова на высоте. И на головах модниц. Они не только спасают от холода и ветра, но подходят под любую форму лица и сочетаются с верхней одеждой. Что касается материалов, то самое популярное – это меринос, махер и шерсть. Но на последней порой возникает аллергия. Чешется лоб, появляются красные пятна. В этом случае лучше выбрать головной убор из другого материала. Что касается ухода, то надежнее стирать изделие вручную в прохладной воде с минимальным добавлением порошка. Друзья, носите шапки. Это не только тепло, но и модно. Ксения Баканова, Константин Головин. События.